Так, если кто-то забыл, это мой препод, ей 24, мне 18, и у неё есть жених, и она уже скидает мне такую фотографию. Вы, блин, серьёзно? Что с этим миром не так? Эй, ё, чё творим, бро? Меня зовут Сергей, он и сей, бро. Сразу же, просто сразу же, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем банду. Ведь перед этим дремлением супрем банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, брат, тебе же не очень нравится быть под нами, так что подписывайся на мой канал, чтобы быть нашей крутой супрем банде. И банда, зацените, что у меня есть, это, блин, ёлка, потому что скоро Новый год, и я обещаю себе в новом 2019 году разнести весь интернет со своей супрем бандой. И, собственно, бро, мы перейдём к сути самого ролика. То, как я сегодня сходил на свиданку с учителем, потому что, блин, сегодня пятница, и я ходил... О, да, то там было круто. Сейчас я вам обо всём расскажу. И ещё я опять попробую написать этому преподу, потому что, кажется, у нас всё кончилось не очень гладко. Окей, прошлое видео кончилось тем, что препод согласился со мной пойти погулять. И с очень странными намёками, как бы, она хотела бы продолжение, но что-то пошло не так. Мне не нужен девушка-препод, поверьте, мне этого хватает. Мне просто интересно, чем закончатся такие вот отношения с преподом. Типа... Ну, в принципе, те, кто смотрел прошлое видео, поняли. И на то свидание, которое мы договаривались в прошлом видео, я пришёл. Но я пришёл всего на 15 минут. Я уже говорил, что мне это всё не надо, мне просто интересно, чем это закончится. И я просто пошёл туда так, для галочки. Типа, было. После чего мы посидели в том кафе 15 минут, и я сразу же ушёл. Под предлогом, что у меня время, и мне нужно снимать видео. Типа, я ж блогер. Но я так не сказал, я сказал, что у меня просто дела. И, кажется, она на меня немного обиделась. Потому что я её не провожал, мы толком даже не погуляли. Потому что мне это не надо, мне просто интересно. И сейчас 10 часов ночи, и я подумал, почему бы ей написать и узнать, как у неё дела? И она не обижается на меня после того, как я вот так вот беспаленно смылся свиданки. И так, банда, окей, как я вижу, прошлая переписка у нас не закончилась обычная, как мы уже договорились о встрече. И после того мы больше не переписывались. В самом удивлении, мы с ней перекинулись пару словами, типа, в какое время? Это было 6 часов вечера. Окей, сейчас я ей напишу и узнаю, или понравилось ей эти 15 минут нашего свидания. Окей, хух. Но, кажется, она на меня очень сильно обиделась, и я не знаю, что будет дальше. Ладно, напишем ей. Здравствуйте. И вот такой вот смайлик. Я волнуюсь, я реально волнуюсь. Мне кажется, она на меня обидела. Всё, каранты, я не сдам сессии. У меня будут плохие оценки. Только из-за того, что я не погулял с преподом. О, из-за такого получать плохие оценки? Не самое лучшее, что я мог сделать в своей жизни. Привет и две точки. Да всё, это жопа, всё. Приплыли. Каранты моим оценкам. Блин. Простите, что так мало погуляли. У меня просто были дела. Я ей говорил об этом, что у меня дела. На самом деле, у меня не было никаких дел. Просто не хотелось с ней гулять, потому что... Блин, она мой препод, она за меня старшая на 6 лет. Камон, о чём вы ещё говорите? Да ничего страшного, я не обижаюсь. О, и в конце смайлик она добавила. Всё, отлично. Мне кажется, она реально на меня уже не обижается, поэтому я такой доволен. Господи, спасибо. Так, давайте у неё спросим, как она доехала. Как? Доехали. Пора я вам так сказать чуточку внимания, ведь мы же типа переживаем за неё. Фу, блин, в этой кофте так жарко. Я уже успел снять кофту, она всё ещё мне не отписала. Видимо, она всё-таки немного обижается. Давайте у неё спросим за жениха. Мне самое большее интересно, как же реагировал её жених? И что будет? Как он будет дальше реагировать? У вас жених что-то спрашивал? Да я ехала, норм. Да, спрашивала. Сказала, что была дополнительная пара. Твой план сработал. Это я, если мой план, значит, сто процентов сработает. Это будет глупо, но... Как вам вечер? Весь я прям иду ва-банк. Сейчас она меня реально пошлёт. Блин, мне уже немного страшно. В целом, хорошо, но хотелось бы больше. Намного. И сердечко, и баклажан. Я не знаю, радоваться этому или плакать. Блин, окей, подпишем ей. Оу, ну, может, в следующий раз? Уже не дождусь следующего раза. Я тоже перстик и сердечко. Блин, я не знаю, зачем я это делаю? У меня будут реальные проблемы с оценками из-за этого. Я тупо шучу своей жизнью. Окей, ради суприбанды. Я знаю, как вам было интересно, потому что я написал в вкладке сообщества. Давайте сейчас я напишу, чем занимаетесь. Потому что в вкладке сообщества я написал, что я сходил с ней на свиданку. И много кто спрашивал, как произошло, что было, что было потом. И многие просили заснять об этом видео. И поэтому я не могу не послушать свою суприм-банду, потому что мы самая сильная банда на ютубе. И я решил снять это видео. И только ради вас я сейчас опять пишу. Так бы уже на минуту забыл, даже бейви не писал. Да вот, жених ёлку купил, наряжаю. Так жалко того парня. Он даже не понимает, что за шкура у него в доме живёт. Когда украситесь, скинете фото? Когда в мире есть такие девушки, которые делают так? Разве можно, когда спокойно встречаться с кем-то? О чём вы говорите? Этот мир явно сходит с ума. И, естественно, это мне не нравится. Это бы не понравилось никому из парней, кто бы узнал, что его девушка ходит на свиданку с каким-то челом на 6 лет меньше, чем она. Так, тупо, можно сказать, изменяет. Но я подумаю, буду ждать. Кстати, мы можем перейти на ты? Я не против, но как же меня возбуждать, когда ты говоришь ко мне на вы? О, это мило. На самом деле нет, фу. Блин, как это может возбуждать? Я да украсила. Жду вашей фотки с ёлкой. Так она прочитала. Ну, сейчас. Ждём фото её ёлки. Блин, я не знаю, зачем мне фотография её ёлки. Но это чисто так, чтобы подержать разговор. На самом деле, я немножко в шоке всё ещё от того, что она пришла. До последнего думал, что она не придёт, кинет меня, и я буду сидеть сам и скучать, и думать, какая же она сволочь. Но нет, она оказалась ещё хуже. Она пришла. Мне так жалко её жениха, камон. Он сделал ей предложение, а она вот так вот просто им пользуется. Она что-то печатает, но я не знаю. А вот это вот был нежданчик. Офигеть! Блин, я даже не знаю, ли можно её здесь считать с шкурой, потому что она как бы вроде бы исходила со мной на свиданку. Но, блин, скидать такие фотографии левому парню, когда у тебя есть жених, который сделал тебе предложение... Блин, мне просто нереально жалко того парня. Ладно, давайте отпишем, а то мы уже слишком долго молчим. Оу, неожиданно! У вас красивая фигура? Ну, так-то да, красивая. Спасибо, милый, и сердечко. Ладно, там у меня тоже сердечко, персик и поцелучик. Я просто в шоке. Кому... Так, если кто-то не видел видео про то, как я открывал сумку ведьмы, пришло время его посмотреть. Потому что там упала та книжка с заклинаниями. Это не смешно, как бы? Как бы книжка с заклинаниями ведьмы упала, я об этом не смеялся. Да, я всё ещё не закопал. Сорян, времени нету. Свиданка всё-таки была только что. Хочешь ещё таких фото? Эээ. Ну, не знаю. Второй препод подряд. Второй препод, который пришёл на замену первому. Мы все видели историю с первым. Это, блин, второй препод подряд. И опять то же самое. Опять фотографии. Ну, в этот раз уже хотя бы была свиданка. Ну, блин, это сути не меняет. Она такая аж... Камон, банда. Она скидает свои фотографии, своего тела. Какого-то левому парню, с которым всё увиделось раз, нормально. И то не сильно 15 минут. При этом у неё есть жених. Что? Мне просто интересно. Что у них за ситуация с женихом? Раз она его так не любит. Из-за того, что делает так ему плохо. Но уже не сейчас жених домой вернулся. Жениху привет. Просто жесть. Я не знаю. У меня... У меня просто нет условий. Я не могу ничего подобрать. Что-то сказать. Блин. Мой препод мне скинул фотографию своего обнажённого тела. Ага. Так, когда мы ещё встретимся? И где? Вы выбираете место, а я за всё плачу. Опять на те же самые грабли наступаю. В прошлый раз, те, кто не видели видео, советую посмотреть. В прошлый раз я ей тоже дал выбор места, чтобы она выбрала... И, блин, она выбрала самый дорогой ресторан. Потому что я пообещал, что за всё заплачу. И, на самом деле, я ни за чего не платил, потому что мы ничего не заказали. Я быстро пришёл и быстро ушёл. Оу, это так мило. Конечно. Главное, чтобы никто с универа не узнал об этом. А то будут проблемы. Да не переживай, никто не узнает. Будем встречаться тайно, а там посмотрим, что будет. Мне реально жалко того парня. Она за его спиной, ну, тупо изменяет. Всё же это можно считать изменой. Она скидает фотографию другому парню. Это измена. Вы его любите? Не знаю, в последние время мы часто ссоримся. Но это бывает. Возможно, ну, когда я, ну, увидела тебя... Короче, ты веришь в любовь с первого взгляда? Что? Так, стоп, ещё раз. Что? Она серьёзно? Нет, наверное. А я поверила. Ладно, прости, мне нужно идти. Жених зовёт. До завтра. Хотя лучше я в универе не общаться, так как здесь. Не забывай, я твой препод. Так, если кто-то забыл. Это мой препод. Ей 24. Мне 18. И у неё есть жених. И она уже скидает мне такую фотографию. Вы, блин, серьёзно? Что с этим миром не так? Ладно, я не знаю, или у нас будет ещё одно свидание. Мне, если честно, не очень хочется видеться с такой вот... Ну, вы понимаете. Это жесть. Я лучше умру навсегда колыстяком, чем буду встречаться с такой девушкой, которая будет вот так вот делать. Просто ни за что скидать фотографии. В то время, когда у неё уже есть жених, который, блин, сделает ей предложение. Окей, потом у меня всё ещё в голове не укладывается мой, мой, блин, препод. Скидает мне такие фотографии. Такие. А-а-а. Если честно, будь я бьюсь женихом, я бы её просто убил. Окей, бро. А на этом всё. С вами был бы Сайки Онес. И, бро, сразу же, просто сразу же ставил лайк. И тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. Тем более за такой контент, за то, как я развожу своих преподов на такие вот фотки, которые ты потом видишь. Можно было бы уже лайк поставить, потому что из-за этого у меня могут быть проблемы с оценками. Но ты просто поставь лайк. И так же, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду. Ведь, бро, три, моя соприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень же нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей крутой соприм-банде. Эй, бро, так же подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании или же на экране. Осталось специально для тебя. Да, именно для тебя. Потому что именно в инстаграме ты можешь мне написать директ. И я отвечу именно тебе. А если всё ещё не отвечал, то значит я отвечу позже. Потому что, ну, очередь, сам понимаешь Много кто пишет, типа, блогер Эй, бро, вот-вот, комменты из-под прошлого видео Господи, ты, вглядись, какие они шикарные Если бы я мог, я бы обнял каждый из этих комментариев Эй, бро, не расстраивайся Ты тоже можешь последующее видео Всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокол И всё, за тебя просто оставить свой старший комментарий Но, бро, лайк, колокол обязательно, ведь я проверю Как видишь, ребята из Супримбанды попали Так что и ты сможешь А на этом всё, бро, оставайся таким же шикарным Пока! Субтитры сделал DimaTorzok